приветствую всех на своем канале сегодня поговорим вновь о новой реанимашки которую я купила по почте так радовалась думаю то листья такие хорошие мощные корни горшки тоже выглядывали на вид хороший 3 постояла на у меня на адаптации и сегодня досталось горшка эти корни засушила листик пострите начал желтеть из середины и я взялась за нее надо что-то делать ветер листик начал желтеть из середины тоже что-то серьезно да постричь и заново ее цвет покажу это черный лебедь сейчас вот смотрите как она красивая это вот распускается вряд ли распустится до конца видите к на черное черное еще бахромочка есть виде бахрома небольшая обалденная орхидейка такая цвет камера передает здесь еще бутончик живой этот живой она начала резко спускать сбрасывать бутончики а лист у нее стоял крепкий вот три цветоноса здесь тоже бутончик этим засохнет он уже как-то взялся мы изменил вот эту палочку цвет пожелтела немножко он засохнет сейчас надо спасать саму орхидейку и постояла на где-то у меня на адаптации неделю как положено и вот показала свой результат я вынула из горшка будем снимать листочки ведь и вот здесь почернела может быть продавцы знают как они их продают по-быстрому я ее купила немножко дешевле у всех 650 я купила за 480 полакомилась думаю красавица и только получилось сразу начали бутоны сбрасываться 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 но ничего она значит стресса нового но бывает такой орхидей ладно ничего страшного но не до такой степени а потом уже начали показываться желтые листочки а сейчас уже показался точечка черная сейчас ее спасать нам не впервой кому интересно оставайтесь на моем канале и начинаем процесс реанимации первым делом протрем секатор лезвия и нож перечиси водорода можно спиртом кто чем хочет вот этот прекрасный цветонос придется срезать который вам показывала бутончику жалко обидно досадно но шестелаешь вот в этом месте сильно черное срезаю его поставлю в воду может он доцветет мне видите какая красота я рассчитывала что это будет неопределенно красиво вот этот цветонос тоже срежу так как она силами и медведи тут тоже что-то черненькая вот или это пигментация но неважно в данный момент у меня орхидею надо спасать или пигментация или не пигментация дальше здесь здесь отцвела наверно до цветущей почки срежу на 5 сантиметров выше оставлю ее как держатель теперь интересно вот этот листик небо вот этот снять но придется и вот этот снять видите здесь черное хочется заглянуть туда в серединку срезаем потому что ну что толку ну красивый листик все в тверденький может если пошел уже желтеть он будет желтеть желтеть и желтеть наверное 2 придется срезать не хотелось бы какая красивая орхидея ее так полюбила она видите меня не полюбила видите какая черная не полюбила здесь чуть черная под листиком мокнущий вот это тоже надо срезать если вы хотите спасти свою орхидею в данном случае мою то не жалейте листочка срезайте надо зачистить все до живого мне жалко да твердо есть все но он же пожелтел он показывает свой результат открываем эти черные пятнышка вот из-за этого пятнышка все и произошло но появилось в серединке но надеюсь она выживет но вовремя взялись гниль дальше не пошла сейчас зачищу вот это все еще блин цветонос у самого основания этот корешок почистить надо он сухой он никому не нужен тот корешок конечно было много корней но видите что случилось еще вовремя взялась за нее это все надо зачистить до живого берем ножик как хирурги начинаем медленно зачищать почка черная это все надо зачистить такая орхидея красивая я ее так полюбила нельзя любить крепко орхидеи все орхидеи которые сильно сильно любишь они иногда приходят негодность ну тоже относиться к ней посредственно не будешь жена даже как-то восхищаться немножко сейчас ее зачищу и будем обрабатывать чем сейчас скажу может хоть один корешок будет живой господи что что такое это может это надо черное срезать виде корешочек черт не так не повезло с нее не повезло не повезло не повезло ну ничего не все так страшно будем лечить восстанавливать кому интересно оставайтесь на моем канале и будем смотреть продолжение про эту орхидейку что с ней происходит видите чернота здесь тоже надо зачистить до живого уберем ножик у кого есть скальпель еще лучше я свой где-то положила не знаю где я теперь черное все зачищаю как это сортовая орхидея такие жалко и резать когда простая орхидея как-то чик-брик порезала по-быстрому все получилось а сортовую бережешь не хочется лишнее обрезать кусочек остается в конце концов какая-то капочка бякочка и она начинает продолжает гнить ну тут стволик вот целенький видите орхидея к 2 листика имеет 2000 срежу черную кого нашу глуп смотреть я просто сошкряпаю у меня перекись обработаю перекись по сердцу ножом терхидея к все будет хорошо знаете наверно этот цветонос я тоже лучше срежу пусть она будет без цветоноса вот так ей легче будет чикой чикой кто-то скажет мне было только по обрезала все еще ажу делать ничего не поделаешь такая ситуация надо обрезать где сколько грязи так потихоньку не спеша зачищаем зачищаем стволик новый нарастет мне надо добиться чтобы с этой орхидея ки в этом месте начали расти корешочки эти если отойдут то ничего страшного а вот здесь дальше не пошла гниль и чтобы начали расти корешочки теперь беру перекись и обработаю орхидея ку ее заливать не надо в данном случае я залью о видите немножко пошипит я обработала орхидея ку обрезала все не нужно черная корни я не обрезала эти я пока избавляюсь от вот этой черноты отрезала цветоносы она мне показала что она бедная начала гнить у цветоноса ну и что было оставалось делать надо быстренько применять принимать меры берем маточку промыкаем вот такая красота у меня осталось видите сейчас я принесу фундазол и покажу как я обрабатываю фундазол это уберу сейчас к сожалению у меня фундазол закончился а бежать в магазин сейчас нет смысла ее нужно срочно обработать возьмем приступим к такому методу я беру просто лак для ногтей любого цвета абсолютно любого цвета и обрабатываю свою орхидею стволик не корни не сверху живое не буду то где я делала ранки обрабатываю стволик посмотрите это эксперимент из всех экспериментов попробуйте у меня такое получалось и вот я решила конечно я хотела фундазолом на этой орхидеи чтобы было сто процентов но в данном случае у меня нет фундазола что же я буду делать бежать в магазин на улице выходной день и уже к вечеру ближе и я вот пришла к такому методу и кому интересно посмотрите продолжение что будет с этой орхидейкой все вот эти места которые я зачищала и которые я срезала цветонос я обработала лаком для ногтей вот видите еще черное здесь надо всю черноту всю гниль может где-то не заметила но главное остановить меня вот видите еще здесь цветонос у меня есть уже орхидейки спасенные в таком состоянии я вам показываю реанимашки ну сейчас еще покажу для наглядности как они пускают корни и растут конечно эту орхидею я в нее просто влюбилась я хотела ее обработать фундазолом или максимом нету будет будет она у меня красавицу с лаком для ногтей хороший слой хороший слой такой обработала видите здесь раночка чуть выше надо взять все все везде зацепила ниже я уже не буду обрабатывать сейчас она чуть подсохнет капочку а я в этот момент покажу вам реанимашку которую я обрабатывала лаком для ногтей и как она нарастила корешок насколько он мощный пока моя орхидейка подсохла я сходила за другой реанимашкой и набрала в стаканчик воды просто отстоянная вода с фильтра никакими препаратами я сейчас пользоваться не буду так как мы видим в каком состоянии моя орхидейка лак уже подсох смотрите я еще не совсем сильно развлеклась но я ее погружаю в этот стаканчик корней много видите как надо поместить ее в стаканчик можно больше стаканчик взять но она не должна шейкой просто дотрагиваться до верха пусть постоит пока так нет надо другой стаканчик пускай подсохнет я вам пока покажу реанимашку смотрите вот реанимашка была тоже в плохом состоянии видите шейку я обрабатывала лаком для ногтей ничем другим нет ни фундазола здесь ничего смотрите все в лаке видите когда я мазала обработалась и посмотрите какие корешки она нарастила старые корни все отошли а новый воздушный корешок вверх ушел этот тоже кверх ушел я его легонько опустила этот вот аж поломала видите вот старый корешок шейка ствол старый вот где могла там она нарастила видите какая крепкая стала орхидея тоже уже пропадала вот эти два листочка она нарастила новые а вот эти оставались с которыми ну они были меньше конечно она увеличила и тоже я вот ставлю в стаканчик ну здесь я уже добавила препарата Hb101 одна капелька на литр воды много не надо добавлять и вот стоит она у меня в таком состоянии я жду чтобы она еще новых корней пустила шейки а потом можно будет ее сажать а эту часть обрежу и выброшу ну пока корни видите какие хорошие и лист такой плотный мощный в хорошем состоянии орхидейка сейчас поменяем стаканчик вот я достала пивной бокал у меня такой высокий видите насколько он выше этого стакана я эту воду перелью сюда больше ей не надо концы чтоб доставали до водички кончики орхидеи все больше не надо и погружаем ее корешки в эту водичку все в таком состоянии моя орхидея будет стоять вот эти цветоносы с ее цветами поставлю рядом они не гнилые не гнилые вот видите надо эту гниль убрать обрезать заметила все до живого срезала и ставлю в водичку пусть она продолжает цвести а в другом смысле она поддерживать будет цветоносик чтобы она не падала на бочок все кому интересно что будет происходить с этой орхидейкой дальше оставайтесь на моем канале следите за моими видео подписывайтесь на меня и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео в таком состоянии эта орхидейка будет ждать продолжения всем удачи всем пока до новых встреч пока